Приветствую на очередном Wall Street Online. Как всегда в 20.00 по одной и той же ссылке уже более пяти лет. Рассматриваем основные фичерные рынки и новости, экономические события, которые нас ожидают на следующей неделе. Итак, начнем с новостей. Далее. Значит, на следующей неделе у нас уже апрель и эта неделя будет достаточно насыщена новостями, особенно со штатов. Практически каждый день будет market moving indicator события. Отчетливо же эта статистика. В первую очередь стоит отметить фомку и петролиум в среду. Фомка будет вечером в районе девяти вечера. Это будут минутки. Но все равно стоит проследить, чтобы там ничего не изменилось. Процентная ставка либо какой-то политикой федеральной резервной системы. Jobless Claims по штатам 6 апреля в четверг на открытии биржи и employment ситуация тоже на открытии биржи в пятницу. International Trade во вторник 4 апреля и ICM индекс в 10 по Чикаго в понедельник. Ну, четыре дня из пяти точно в жарке. Будет интересно и не пропустите эти события, чтобы быть в курсе всех возможных изменений по другим странам. Сейчас мы пройдемся тоже. Так, значит, 3 апреля в Китае праздник чистого света. Индекс деловой активности в этом же Китае в производственном секторе будет рано утром, 5 утра фактически, и индекс деловой активности по Германии в районе 11 в понедельник. Этот же индекс Британии отчитывается и штаты Британия в 11-30, штаты в 17-00. Вторник. Фестиваль в Гонконге и праздник чистого света продолжается второй день. Ну, это не столь важно. Австралия. Решение по процентной ставке. Полтора процента сейчас, возможно, ставят на этом же уровне, думают аналитики. Потом среда и в среду, ну, кроме штатов, больше ничего важного нас не ожидает. И безработица по Канаде в пятницу 7 апреля. Вот такие события нас ждут на следующей неделе. В общем, весна в полном разгаре и июньский контракт тоже. Начнем с индекса РТС, как и договаривались, поменять немножко чередность рассматриваемых инструментов. Сейчас я подгружу сам индекс. Пока идет подгрузка данных. Напомню, 3 апреля будет открыт вебинар в 20.00. Приглашаю всех. Тема будет реверсивность рынка, реверсивные модели и как их использовать, применять на благо торговли. Так, подгрузились данные и вот они. Так. Возьмем текущий контракт. Так. Активность и наполнение новыми сделками увеличивается. Буквально сегодня уже пик 625 тысяч по открытому интересу. То есть позиции открывают, не боятся, не закрывают позиции, не фиксируют. И сегодня дельта 29 тысяч контрактов. То есть вот этот пролет, который был в 113 на 111, чувствую. Достаточно хорошо принял удар индекс. Объем не самый крупный, кстати. Удивительно. Были и по ликвиднее сессии по 820-770 тысяч. Сегодня 540. Вот такая вот активность на всякий случай. Выделим коридор, где активны более селлеры. 112-300, 112-600 и зафиксируем под дельта процент 5,4 из 500 тысяч контрактов. Ну это как видите по статистике этого же контракта. Более такой дисбаланс был 4-2 процента. И то там не по моей сессии было. Самая агрессивная дельта. И вот этот коридор тоже возьмем на заметку. Я его другим немножко оттенком выделю. 111-300, 111-400. Не смогли расширить по RTS 113-500. Уже второй раз. Поэтому ставим сюда как контрольный уровень значимый. И выделим ядро контракта с помощью левой гистограммы. На данный момент она уже в коридору у нас 112-200 по 111-300. Это будет ядро, которое стоит мониторить. И отслеживать как у вайеров получится удержать котировку выше 110-111. Дополнительный уровень тоже стоит отметить. Это 110-700 и 110-400. В этом коридоре на протяжении трех сессий у нас и поддержка была, и были достаточно жесткие сбросы по стопам. В общем, внимания этому уровню уделяли предостаточно. Если контракт уйдет ниже 110-й, фактически пробьет этот уровень поддержки. Уйдет ниже сбора стопарей. Причем их два раза уже собирали. Будет резонно после коррекционного момента, когда успокоится рынок от этого движения, прощупывать первый коридор сопротивления, второй. Ну и соответственно интерактивный, который будет уже появляться новое в результате движения ниже 110-ми. И если это все был сброс байеров, которые 4 сессии старались толкнуть на 113-500, то в понедельник-вторник мы увидим аккуратненький возврат фактически выше ядра. То есть вот этот коридор. Нам нужно вернуться срочно. Если это произойдет, то это достаточно позитивные новости и скорее всего мы наблюдаем сейчас сброс топорей. Соответственно при этом сценариев мы будем отталкиваться от 111-700. Здесь две сессии неплохо поработали. Плотный коридор достаточно по дельте мы видим. И 112-400. Так, уже вроде несколько уровней выделили, а можно запутаться среди такой огромной типу линий. Давайте я пока сопротивление отключу. И вот этот важный уровень выделим вот такой вот пунктиру на линии. В общем, вот эти две сессии. Плюс еще той недели активно здесь действовали байеры. В общем, достаточно кто мог сбросить байеров, но у кого достаточно неплохие объемы на торговле. Так как сделки транслируются анонимно, имена этих бесстыжих участников мы не можем наблюдать. Так что вот такая активность. Три дня вроде все было хорошо и шли достаточно так уверенно. Причем расширяли каждый день котировку, но вот так пока все завершилось. На минимуме стоит пятница ценник и в принципе недалеко до самого минимума недели. Еще не все потеряно. Посмотрим, чем закончится в понедельник вторник эта ситуация. И затем уже будем принимать решение. Я думаю, что с понедельника уже будет более чище картина и понятнее, чем в пятницу занимались на индексе РТС крупные участники рынка. Так, в общем картина по РТС на котировке за год. Это за год ситуация. Как видите, ликвидность немножко... Ну это был конец мартовского. Примерно вот в районе полмиллиона шестьсот тонн сейчас идет в среднем оборот. И посмотрим по рейтингу дельты, какие дельты у нас сейчас наблюдаются. Если взять, сравнить с прошлым контрактом, 42 тонны было под закрытие. Были случаи по 46 и даже 50 тонн дельта. 20, близится к 30 тонн. Глобально до таких крайне сложных уровней это 104 и 320. Это минимум прошлого, вернее локальный экстремум. Ну и потолок у нас достаточно далеко находится. Это 120, так что еще не все так плохо. Вот если будет движение ниже 110, то это уже предвестник завершения восходящей динамики. В принципе, неплохой рывок создали на прошлом контракте. Пока что его еще не повторили, но по крайней мере попытки были. Здесь были неплохие дельты и по 30 тонн. Сравним сейчас с MySix10 ситуацию. Итак, точка чего-то у нас за максимум вот этот. Ну, как минимум, максимум 2017 года. Вот отсюда начинает рассчитываться корреляция MySix10 и индекс RTS. Так вот, давайте посмотрим. Отклонение уже идет в районе 274 тиков. И, обратите внимание, тут вроде шли они дружно. Коррекцию до какого-то момента у них сопровождалась одновременно. Но насколько сильно ушел RTS относительно MySix10. Ну, фактически до своего массива, который пробил индекс RTS, MySix10 даже не дошел. То есть, вот как бы нет даже намека на то, что на MySix10 возможно восходящая динамика. Пока что здесь расхождение очень сильное. Соответственно, индекс RTS вполне может быть сейчас перекуплен. И вот этот шорт, начало, продолжение нисходящей динамики с 120 по 110. Ну, вот фактически 110. Можно алерт поставить и отслеживать дальнейшее движение. Давайте для более полной картины рассмотрим две акции Сбербанк и Газпром. Посмотрим, что там происходило на этой неделе и так ли там все плохо, как показывает индекс. Начнем со Сбера. Сейчас подгружаются данные. Ссылку просто на картинку сбросьте и попробуем ее продемонстрировать. На Сбербанке более полумиллиона дельта на шорт с ликвидностью в 3 миллиона. То есть она не по сравнению с прошлым периодом, там 17 марта, 16 марта, не столь крупная, но уже атакует второй раз. Нет, это первый подход. В принципе, его уже сейчас подгрузится до конца данные. И посмотрим пока MySix 10. Нет, Сбербанк подгрузился. Все правильно. Так, на Сбербанке выделены ключевые уровни. 165, там плюс-минус. Давайте поставим вот так. Вот так. Вот так. у нас так. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Такую же коррекцию создал и Сбербанк Миссис Майсекс, то есть по динамике, и не прошли они контрольный массив в районе 168-164. Ну, я про вот эту информацию. Не тот, не другой, идентично на Майсексе это 144 по 147. Не смогли осилить пока, и это как сопротивление пока будем учитывать. Вот диапазон, ой, стори, сейчас я более точно выделю, 166,5 по 163,5. Выбросили объем и следующий массив на Сбери 172 по 175. Так, с поддержкой у нас был коридор, здесь вот тестили уже 4 раза этот уровень с точки зрения цены. Пока вот поставим такую точку отсчета. А с точки зрения массива у нас намечается 158,5 по 160. Тут достаточно неплохо и в прошлый период поработали. Ну, после пробития вот этого коридора останется уже 155, 156. Так, далее возвращаемся к кластер профайла. У нас подгрузка произошла. Дельта на Сбери оказывается на этой неделе и покупки были только 28-го числа. В основном, соответственно, ну, в схожести и в соответствии с индексом РТС практически мало. И тут идет 3 дня уже динамика на снижение. И дельта была только один раз, то во вторник. Так что, учтите это. Сейчас посмотрим еще... Она тут стоит. Сейчас я поставлю более... Вот, чтобы видно было, где недели заканчиваются и начинаются. Соответственно, общая кумулятивная дельта за отчетный период, вот 15.03 возьмем, она только усугубляется на продажу. И по сессиям сегодня топовая за этот период. Ну, вот, практически рядом была. Так, и посмотрим Газпром. Пока подгрузка будет идти. Да. До свидания. Да. А. Продолжение следует... 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 Общий объем 2,9... Средняя ликвидность около 2,5-2,7 миллиона оборотов по этой неделе... Продолжение следует... Продолжение следует... Рубль... Рубль... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... по 58 с половиной наиболее такой проторгованный уровень еще стоит взять во внимание здесь 59 тоже как сопротивлением итак смотрим открытый интерес даже по сравнению с прошлыми периодами 38 по завершении пятницы сейчас активность на фишечном контракте пары доллар рубль то есть очень активно приняли участие на минимуме за год участники сначала контракта набирают обороты в основном но был такой небольшой двухдневный пит стоп сейчас посмотрим что же там по объему происходит самые топовые на этой неделе как раз четверть пятница по более трех миллионов оборот и на classer profile сейчас заглянем вместе со спотом рассмотрим более детально так ну проскил 100 это много и так вот вы увидите за текущий контракт топовая у нас было 37 четверг три и пятница практически три и два оборот ядро контракта более точно сейчас 57 860 по 58 320 еще один уровень который тоже стоит отметить как вторичный уровень контракта 58 500 по 58 760 вот такие два коридора и давайте и возьмем более плотно 240 и 860 сейчас я выставлю чтобы не путаться один и второе два основных коридора по текущей активности у нас самое пиковое по открытому интересу и объема как раз вот 4 пятница 38 оборот и смотрим дельту дельта вчера зашкаливала прям 294 в тысячи контрактов сегодня 242 фактически отыгрались и обратите внимание на ликвидность по 56 880 и дельту на этом же уровне гипер аномальная проторговка по цене на некоторых диапазонах за два дня такие объемы выбрасывают здесь за одну сессию это там были недолго стоит учесть и возьмем этот коридор да и отметим пригодится точно значит 880 по 940 на всякий случай возьмите на заметку тащит по дельте у нас прям так 29 числа старались очень сильно вот пунктирной линии отметим по дельте достаточно такой проторгованный диапазон вот у нас 57 740 и 57 940 даже чуть-чуть ошибся вот возьмем там где два дня поторговали наиболее популярная 820 по 980 здесь я взял уже объединился за три дня сразу это уровень сопротивления и на данный момент в текущей сессии вот пока образование такое 420 по 400 ну второго ранга уровень но на всякий случай стоит выделить значит объемом бросили 57 300 по 57 360 здесь пока синим цветом выделяю коридор потому что на одной сессии тут были шорты сегодня тут поработали байеры ну в общем посмотрим сейчас на на общей дельте за эти два дня в общем общая дельта уже показала 100 тонн дельта за два дня по 157 300 выделим вот таким коридором давайте возьму сейчас самую плотную часть по дельте отмечу это касается вот этого диапазона так текущий ценник на 57 230 если не смогут пройти вот этот зловещий коридор соответственно либо будет вот во флете ситуация то есть если ликвидности не подбросят понедельник вторник на коррекцию ну на восходящую динамику сейчас посмотрим на споте там уже будет видно как и что и куда так стоит посмотреть что же там произошло в пятницу поближе познакомимся с происходящим и так вот у нас рубль текущей пятницы с самого утра набросали достаточно огромное количество дельты и в течение дня подбрасывали для сохранения спросов так ну все что смогли сделать это толкнуть до уровней четверга не более так весь вброс был как раз вот четверг сегодня в основном уходили и вот этот крупный объем как раз зашел утром 56 880 очень очень зашел утром вот такие ситуации закрылась дневная сессия у максимума это в принципе неплохой для восходящей динамики триггер соответственно у нас уже ликвидность за эти два дня 57 300 мы уже и отмечали 450 если понедельник очень будет желать толкнуть цену выше 450 то либо коррекционное движение будет до ядра недели это 58 округлим по 50 по 100 за неделю здесь самая такая плотная пачка сейчас даже до 950 по 58 100 и сопротивление соответственно тоже в этом коридоре проверим дельта какая на том уровне вот рядом тут 110 показывают прям не верится так что вот такие уровни такая вот активность сейчас мы это все перепроверим еще да очень высокая активность была утром так и вот у нас спот доллар рубль томик 355 тонн четверг бросились атаковать селлеров такой выброс давайте проверим на протяжении года как часто происходит столь интересное событие для сравнения чтобы за сессию результат был на стороне селлеров итак 355 тонн потом как видите не так часто происходит вообще такие сессии 200 тонн чтобы для сравнения было 363 было и вот здесь у нас 170 ну чтобы было чем сравнить тут у нас даже несколько сессий подряд было у нас плотный такой по активности целлеров участок вот здесь тоже то есть для такой среднесрочной перспективы как раз уровни интересные это у нас получается 65 по 64 такой по активности потом 200 тонн вот здесь бросили 60 с половиной на споте выделяем сопротивление ну объединим с вот этим крупненьким вернее даже не крупненьким а здесь практически четыре дня буйствовали целлеры более точно возьмем коридор при масштабировании так отдельным цветом выделим 60 15 копеек и 59 75 копеек вот очень плотная массивность соответственно влияние на последующую динамику вы сами видите на графике как только такие ребята появляются сразу контроль устанавливается быстро здесь вот прямо на самом-самом 56 уровне значит коридор дисбаланса 58 на 7 59 сопротивление на 58 даже отработали выставляем и массивность такая плотненькая вот у нас 57 4 57 6 соответственно если будет коррекционное движение вот будете видеть где первая возможная блокада потом вот ну и здесь достаточно активная будет ближайшая ликвидность два дня по 4 миллиона оборот было и больше раньше но по 6 на неделе это самое в активной сессии грубо говоря в четверг пятница очень приглянулись участникам и расширение расширение за 57 пока что идет достаточно даже за 56 пока удачно откорректировались в районе середины коридора пятницы ну посмотрим пока на этом уровне стоят еще шансы на возобновление нисходящей динамики вполне есть если будет коррекционный момент четверг пятница потолок в районе 56 и 6 в противном случае будем ждать на 57 и 4 по 57 и 6 либо же уже конечная точка на 58 будет S&P с начинаем следующий с с 21 числа за последний квартал, даже можно сказать, за последние 2-3 месяца самая ликвидная торговая сессия. И активность, либо же ликвидность крайне удивительно начала падать, особенно на этой неделе. Вроде не завершение контракта, соответственно, оборот снизился. Либо участники ждут фонку, которая будет в среду, решение процентной ставки и так далее. Возможно, какие-то расчеты, либо политика в действии самой федеральной резервной системы. Пока открыт интерес. Ну, если брать в сравнении торговой недели, то он находится на том же уровне без изменений. То есть приток новых позиций не наблюдается. И дельта в 4 дня, хоть и объем и небольшой оборот, везде практически около 30 тысяч. Вот. Прямо грохнулся. Но не увеличивают пока активность. Значит, в 4 дня дельта на стороне байеров. С учетом того, что в позиции особо и не открывают, либо простой пока до фонки поддерживают, чтобы сильно не рухнули. По ликвидности также не отвечают участники, судя по всему. То есть динамика, которая происходит, не подтверждается ни ликвидностью, ни открытым интересом. То есть интересов в этой динамике у участников абсолютно не обнаружено. То есть она либо ложная, либо манипулятивная. Так что аккуратнее с этим трехдневным, даже четырехдневным ростом после вот этого сбросика. Давайте на классовый профайле более рассмотрим. Прямо. 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 И так, даже по сравнению с текущим контрактом, пик ликвидности был в районе 2.6, 1.8. Самое топовое 1.6, 1.5 миллиона это понедельник-вторник. Объем начал падать в среду, в четверг. И расширение все сложнее и сложнее и сложнее происходит. Поэтому крайне осторожно к восходящей динамике. Можно относиться в ядро текущего контракта 338-348. Дополнительный уровень, который сформировали еще в начале, это будет 369-379. И вот эти дельты в 4 дня по 30, в районе 30 тонн, 26-30 и сегодня нулевая. То есть 2000 на стороне селлеров с учетом вот этого четырехдневного роста сбрасывают покупки. И соответственно, видите, не расширили особо даже за четверг. Остались прямо в коридоре. Судя по всему, в режиме ожидания. И подняли вторник. Скорее всего будут более такими манипулятивными перед фомкой. Сбросит всех других. Ну и на фомке потом пойдут по запланированному маршруту. Фактически, если S&P уходит ниже 338-й, я думаю, что с покупками точно не стоит работать. Тестирование могут сбросить селлеров, которые размещались там в четверг-пятницу. Главное, чтобы не ушли выше 79-й. Ну и недолго задержались в этом коридоре. Значит, сейчас я верну подсветку к этому интересу. Значит, неделя началась с 28.75 и закончилась с 28.40. Азийцы не открывали новые. В основном фиксируются. Особо последние три дня. Соответственно, ну, сценарий, если у нас продолжение нисходящей динамики, должны, в принципе, попрощаться с этим коридором. Сбросить все, кто работал на продажу в районе четверга и пятницы вот этой активности. И затем возврат в коридор четверга и пятницы, ну, как подтверждение, что мы наблюдаем модель снятия стопорей. Действовать уже затем по своим торговым стратегиям, с каким уровнем и так далее. Давайте отметим на 15-минутном таймфрейме ядро недели. Это кумулятивная дельта за неделю в общем и по дням. Дельта процент у нас это навичание с i7. Кумулятивная дельта за неделю. Так, основные объемы прошли в понедельник плюс еще Европа вторника. 339 по 335 в качестве поддержки. Возможный уровень поддержки. Тут даже дисбаланс какой-то был. Потом быстренько с 42-ю перебежали на 52-ю. И здесь очень буйно вели себя селлеры. Но ядро отметим. 355 по 59-ю. Это вот этот участок. Тут и вторник, и среда, четверг, и даже чуть пятница постаралась. И обратите внимание, сколько ликвидности сосредоточено непосредственно в этом очень узком коридоре, который сформировали за четверг и пятницу. Крайне быстро выброс пришелся на четверг 130 тонн в этом коридоре. Давайте я его выделю. 64 по 65.25. 65 даже. Вот в одном баксе. Значит, цены болтаются пока у этого уровня. Соответственно, как вариант. То есть, нужно готовиться ко всем возможным вариантам. И манипулятивное движение. По данным, которые мы смотрим, по объему, по открытому интересу Дельте, на покупках пока достаточно сомнительная. Маркировка, ну, подтверждающих параметров данные пока не дают. Соответственно, если это будет затарка на дальнейшую покупку, в любом случае при сбросе стопорей, которые, так как почему я про покупку заговорил, здесь очень быстро набросали много Дельты на Бай. И, соответственно, плотная активность суммарно по неделе, с 60-ой по 57-ую, даже 56-ую. Давайте выделим. Вот, 56,5 по 59-ую. Да, 59-ая. За эти все сессии, вот в этом коридоре, суммарно, в принципе, вышли на... Ну, суммарно получается Дельта по Байрам. И если будет сброс, то как-то очень аккуратно будут удерживать выше этого коридора. Соответственно, желательно не уйти ниже 55-ой. Тогда еще есть вариации на покупку, потому что максимум недели фактически, и так уверенно себя пока ведут, хоть и объемов не так много. Я думаю, в понедельник, вторник сбросят и ту, и ту команду, как минимум. То есть, при пробитии 67-ой, ну, грубо говоря, вот максимум недели, сразу не бросайтесь на покупки. Очень внимательно присмотритесь к тому, что там будет происходить. Если будут расширять безликвидности, это очень сомнительное расширение может быть. То есть, не спешите быстро бросаться на покупку при расширении 67-ой. Алерт ставить нужно, но как триггер. То есть, звоночек, что вот пошли расширять. Так, трон-тон-тон-тон-тон. Теперь посмотрим на недельную активность в развезде чисто американской сессии. То есть, мы исключили Европу и Азию. Соответственно, действия непосредственно на американской сессии. И отметим уровни ликвидности и так далее, агрессивности в байеров-селлеров только за период американской торговой сессии. Я всегда так делаю на премаркете, перед торговой сессией. Смотрю в том и в том ключе на динамику индекса S&P 500. Итак, тут у нас базовая активность была. Так и оставили 55-59. И вот этот объем, который здесь сосредоточен под закрытие четверга, выбросили. Далее. Давайте его выделим. Пускай будет по кассерам. Поставим 63,5 по 65. Ну, там самая плотная часть в долларе так и останется. И смотрим по дельте. Итак, теперь более чище можно выделить коридор в агрессивности байеров, который был 56,5-58. Вот в этих периодах. И плотенько на неделе прощупали 59-ю по 60-ю по 60-ю. Сейчас поставим отдельные отметки. Напомню, что можно настроить горячие клавиши и вызвать менюшку рисовалки. Вот это есть. Можно с помощью Ctrl-D, либо установите свои горячие клавиши для быстрого вызова этой функции. Ну, эти палочки я просто вставлю для того, чтобы быстро ориентироваться. Для чего вот эти две линии? Если палочка, то, соответственно, это как общий диапазон учитывается. Так, и тянут, да вытянуть не могут. Пятницу пока вот 64,75. Грубо говоря, если понедельник прям ажиотажно будет толкать ниже 60,59, подождите, не спешите пока на продажу заходить. И тут очень плотный коридор поддержки до 60, вернее, 56,5. Так, это S&P у нас был, DAX и FSX мы не рассматриваем, евро. Значит, акции FSX нужно чуть раньше сообщить, не на протяжении вебинаров, но хотя бы за день, там, либо за несколько часов до Wall Street Online. Так, марш-контракт у нас включен. Активность терпимая по открытому интересу. Объем в рамках обычной активности. Никаких аномальных, там, либо же нереально аномальных ликвидностей не обнаружено. Но пока вот болтается в районе 88 по 56 и плотную часть мы выделим сейчас. Поменяем немножко фильтров. Поставим здесь 50, а здесь 70. Так, выделяем по 0,635 и вот возьмем 0,587 этот коридор по ликвидности. Еврик последние несколько дней шагал очень быстро к 0,7 и вот этот объем пока не пробили. Практически на грани, но 0,7, 0,7 по 0,7, 31 даже точно, если взять по 0,32. Вот этот плотненький коридор 0,7, 0,8 и 0,7, 32. Такая же активность и по ликвидности, как и по S&P в пятницу, очень тихо и спокойно. Агрессивность на шорт с 0,9 прям настораживает. То есть, возможно, не сразу успокоятся после такого четырехдневного движения. Открытый интерес, начиная с максимума недели, был 402 тонны, потом 400, ну, фактически 400 тысяч остался. То есть, фиксировать позиции, вот это движение достаточно негативно было. Ну, не открывали сделки, в основном фиксировались. И дельта, включая сегодня только вот на стороне байеров, но это, скорее всего, фиксация вот этих четырехдневных шортов. Значит, берем классер профайл, выделяем значимые уровни. А это, 91 в качестве сопротивления по 89. Потом еще поработали 83, 825 вот здесь. И плотненько, плотненько, плотненько были селлеры тут. Ну, можно взять прям, объединить два дня. Вот эти три цены и вот эти. 76 по 795. Ближайший уровень сопротивления. В принципе, хоть тут и дельта на покупку, торговая сессия на минимуме недели и стоит без даже намеков на попытки каких-то расширений в ту или другую сторону. Скорее всего, селлеры продолжают там свою активность и вот эти все, вся ликвидность на покупку гасится. Поэтому мы видим такую балансовую сессию. В общем, коррекция в район этот будет приемлема для рассмотрения на продажу. Если не пробьют этот коридор, будут защищать селлеры. Ну и останется только наблюдать за 0,7. В качестве поддержки в эту сессию, с учетом того, что открытый интерес там абсолютно не за открытие позиции, на как раз наоборот, аккуратнее смотрите за этим уровнем. Не самый подходящий коридор, когда фиксируют позиции. Отметим на всякий случай и 0,7.15, 0,7.35 с него могут встать. Вот если появится дельта, потом заново, как возродится еврик, тогда да. А так пока опасно с этим уровнем в качестве площадки на покупку. Рассматривать стоит, но подумайте трижды, прежде чем его использовать. Не такой надежный уровень, когда фиксируют позиции. Поэтому массив, массив рознь и уровни нужно тщательно отбирать. Итак, топовая дельта была почти 10 тысяч. Это было 28-го. Вот здесь концентрирована эта гиперагрессивность на продажу. И потом 8.6 уже в среду. Значит, уровни выделены, уровни отмечены. Потом такой блокпост у нас 68.695. И там уже нужно смотреть на прошлом контракте. Фунт. Фунт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дельта топовая... 6000... И возобновляется... Динамика на трех днях подряд на дельте плюсовой... Ну, вернее, на стороне байеров... Значит... Открытый интерес... Ну, вот только сегодня начали прибавлять... По сравнению с четвергом... Пик... Открытых позиций... Приходилось... 258 тысяч... Сейчас... 241... Упали до... 39... Мэйч Киев... Активности байеров... Мы возьмем... На заметочку... 2455... По... 2495... Три дня... Вроде как... Сражались... Хоть и открытый интерес там падал... Но... Локально... Возможно... Будут удерживать этот коридор... Посмотрим... И... 253... Вот здесь... Вот как раз... Сегодняшняя сессия... В качестве... Поддержки... Как вариант... И... Вот... Весь этот коридор... 26... 26... Три... Люто... Очень люто... Набросились... Селеры... 26... Возьмем... Давай тоже... Круглим... Это... Важный уровень сопротивления... Его... При... Продолжение роста... Нужно будет... Осилить... Я думаю... Что не с первого раза... Потом... Дополнительный уровень сопротивления... Который даже... Протестили... 25... 275... 25... И... 6... Ну и... Ээ... Пока... Вот... На нем... вот как и картина по фунту 7 бог тому что это за это за год активность да что ж такое здесь кто-то платформа которая формировалась начиная с конца 2016 по март выделим 52 и 5 наиболее такое ликвидно ну фактически можно и до 54 дотянуть тут 250 он был алипидность более плотно свыше 300 тонн давайте выделю вот эти участки тут больше 300 тысяч проторговка и по последней динамике у нас как интерес посмотрим там где заходили по большей степени приходится не на эту неделю на совсем другую вернее но в основном фиксация вот идут вниз фиксируются поэтому вся вот эта активность на стране байеров несет более такой вторичный характер так как в основном выходит ядро недели одно и сейчас второе тоже стоит выделить это у 49 здесь поторговали неплохо коридор по 49 и 4 соответственно отметим их ядро первое для что что и второе два этих коридорчика потом значит видно да пик открытого интереса был 632 сейчас 586 и даже не думает увеличиваться так дельта идет на стороне байера причем набирает обороты и по текущей сессии сейчас мы возьмем чисто эту текущую неделю выделим дельту 36 общая за неделю самая агрессивная была вчера и сегодня поэтому эти уровни в первую очередь сейчас выделим 59.95 49.95 по 50.05 потом концентрация очень 49.1 49.2 и 50.3 инструмент фьючерсный контракт на лайт свиткрут ойл тут могут вполне крупные участники реальную поставку нефти хеджировать поэтому внимательней следите очень такой аномальный выброс по дельте 47.25 значит ступенчато идем 5 сессий подряд на рост посмотрим ликвидность ну не ниже 380 тонн среднем топовая вот два дня подряд 445 ликвидность вот такая активность ну и вот этот еще коридор стоит выделить выше 49 вот здесь 49.5 49.6 в качестве поддержки ну даже если это начало восходящей динамики по иной свиткрут ойл не исключено а скорее всего даже более вероятно что вот эти все пять дней будут сбрасывать ну точно нужно ждать такую активность и не упускать такой вариант поэтому внимательнее перед открытием покупок присмотритесь что происходит могут реально сбросить и так как уж очень уверенно идут пять дней пять дней подряд и это стоит вниманием бренд он же 53.57 сейчас мониторю один сервис который базируется на статистических данных и там учитывается достаточно много показателей по бренд они поста ну они рассчитывают потенциальную цену инструмента в будущем и там стоит 4 до 4 апреля будет 54 отметка но она недалеко осталось фактически рядышком посмотрим как у них получится не получится в общем интересно достаточно сервис система расчета цены в будущем так это у нас неделя по бренд здесь тоже все аккуратненько на рост и рассмотрим открытый интерес а здесь наоборот открывает позиции и тут началась неделя с 530 534 тонн и заканчивается 70 79 тоннами по ликвидности тоже прирост в два раза увеличилась и дельта три дня на агрессивная на покупку и вот сегодня слабенькая на продажу с учетом того что по и пятница закрепляют максимум недели вполне может быть сброс как раз покупок поэтому и дельта такая вот здесь также дельта из расчета того что четверг пятница той недели заходили это был сброс поэтому и в коридор здесь такой прям кровавый 5025 даже отмечать не будем просто серым светом значит по активности пришлось нем немало усилий на вторник 51 это и тут коридор весь по 51 и 8 все за ними за маярами возьмем этот коридор сразу зафиксируем как основная локация концентрация и 52 и 4 по 52 и 7 вот такой вот коридорчик тоже у вас зафиксируем качестве поддержки тут и тут ведь разделилась пятница на два фронта соответственно зафиксим пока вот 2 и 7 все 32 тут за два дня на насобирали и плотненько до 53 5 стоят бояры в принципе если понедельник и будут корректироваться лучше всего чтобы не ушел ниже вот этого вот коридора селлеров соответственно если уйдут будет как подтверждение того что они цену контролируют и ну желательно чтобы удержали хоть и пять дней подряд но если все-таки у них это произойдет такой сценарий будет на сброс то у 51 3 51 8 можно будет пощупать посмотреть на предмет поддержки давайте сейчас выделим ликвидность по текущей неделе на следующую ну как видите четверг пятница и сформировали основную локацию этой недели значит 53 15 52 90 ядро текущей неделе промежуточной дополнительный уровень еще берем 51 из 40 по 51 75 тут у нас вторник плюс среда ну и все 2 и 3 как раз включая поддержки пускай будет 52 45 52 45 52 и 3 тоже по ликвидности паром помпом идеале конечно ниже 52 желательно чтобы не ушли 52 3 то есть коррекция в то минимума четверга и потом снова станут на рост было бы приемлемо в общем пик по ликвидности пик по активности коте дельта 16 цене пока 53 58 ну и золото начался новый контракт июнь уже были сессии по 180 тонн сейчас мы зафиксируем 6 5 и 8 и ну фактически три дня одинаковая дельта идет хоть ликвидность разная открыт интерес набирает обороты это новый контракт и на склейке у нас в основном последние дни идет активность селлера хоть котировкой стоит диапазоне 1240 1255 такой достаточно локальный уровень такая активность началась вот постоянно стоят с начала этого года 2017 как начали они середины января шортить в основном 30 тонн так и за весь этот год тут как раз и сконцентрирована вся ликвидность второй уровень 1317 по 1330 1212 возьмем локацию по 1218 еще интересный уровень так давайте лучше на объеме посмотрим так открытый интерес у нас набирают обороты последние четыре дня дельта кроме сегодняшней сессии в основном в районе 5 6 тонн фигурировал на стороне селлера основная ликвидность 1250 с половиной 1253 в качестве ядра берем с половиной 5153 дополнительный уровень он же как вариант уровень поддержки 44444 с половиной так сейчас мы более точно выделим 1333 и 11 вот процентов были две сессии самые такие агрессивные в коридорах все девять с половиной сопротивления в 61 сейчас мы еще по дисбалансу посмотрим вот этот дисбаланс 46 1 по 45 8 ну и 50.3 как вариант возможный уровень поддержки со стороны байеров ну а сопротивление тут принципе совпадает даже чуть-чуть шире возьмем хотя нет так я знаю тут собрали все де исполняешься от один так я ставим уровень сопротивления по дополнительному это 54 6 по 56 уровень сопротивления тут и сессия в принципе аномальный 13 и 3 процента ну а байера были достаточно не часто вот такой вот рынок вот такие вот события спасибо что пришли их 3 апреля у вас на мной приходите на открытый вебинар ну и до следующего волосит онлайн на youtube канале будет запись этого обзора всем всего наилучшего теплых деньков весенних и оюльдом и таком они будут До встречи. До свидания. Пока.